Господа, доброго времени суток. Как вы видите, это урок, я думаю, урок, да, можно так сказать, по созданию вот такой композиции, которую видите сейчас на своих экранах. Значит, будем мы её делать в 3D-программе Cinema 4D, а также в Photoshop. Так что, я думаю, вы не сильно, ну, короче, не расстраивайтесь то, что это в 2D-программах делается. То есть, может быть, кто-то рассчитывал только на Photoshop или только на Cinema, но придётся пофтошопить и по-синемить. В общем, давно не было уроков, уже с того года, можно сказать. Да не можно, а точно с того года, и причём, по-моему, уже несколько месяцев, наверное. Ну ладно. Ну, тут как бы видно то, что, значит, что основное в этом уроке, это, наверное, небольшое моделирование. Также применение текстурок, ну, так себе это текстурки, материальчик лёгкий такой наложил я здесь. Вот. Правда, вот там немного темновато я сделал. То есть, ну, в принципе, неплохо. Ладно. Итак, в Cinema отправляемся. Так, нужно сделать вот так. Так, какие-то лаги. Отлично. А, ну я знаю, почему лаги. Потому что, вон, сколько всего. Не шокируйтесь, не падайте. Сколько тут всяких объектов. Причём это не всё. Если я нажму плюсик, их станет ещё больше. Вот, это всё нам предстоит выполнить. Да не бойтесь, я говорю, это ничего сложного. В основном тут просто содержатся копии. Копии других объектов. Ну, например, два шарика. Вот они тут скопированы, да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, пять вот этих вот... Как их там называют эти? Цилиндров. Да, то есть копии вот они, наверное, эти цилиндры. Я уже забыл. Да, это цилиндры. Ну, в общем, ладно. Создаём композицию. Идём в настройки. В выводе с таймера. Нужное разрешение, которое вы хотите, чтобы ваше изображение было выполнено. Которым выглядело. В каком разрешении ваше изображение, ваша финальная композиция. Так, и не обращайте внимания, видео может быть долгим. Минут двадцать, я не знаю сколько. Но это в основном болтовня. Так что... Всё. Пока всё. Больше нам ничего не надо. Итак. Создаём. Я постараюсь объяснять... В каждом видео объяснять так, как объясняю новичку первый раз. То есть более подробно. Итак. Создаём землю. Значит. Что мы делаем? Мы не забываем переводить клавиатуру. Ну, то есть... Значит. На английскую раскладку. То есть shift-alt. Shift-alt. Или control-shift. Я не знаю, как у вас переводится. Ну, это самое главное, чтобы на английской раскладке было. Чтобы работали горячие клавиши в синеме. Так, мы просто кликаем на вот этот значок, иконку, на значок. Точнее, это у нас земля. Почему? Почему земля? Да потому что... Ну, поверхность какая-то нужна. Я не выбираю объект-плоскость, потому что... Ну как, объект-плоскость занимает то место, на которое вы его... Ну, как бы... В общем, земля, она бесконечная, я хочу сказать. Объект-плоскость, вы можете её расширять, её удлинять. А здесь нет. Видите, здесь вы что делаете, ничего не выйдет. То есть, если мы зарендерим... Видите, земля, она бесконечная. Туда бесконечно. В общем, ладно. Давайте поставим сразу быстрое затемнение линии. Вот так. Всё. Теперь пора быстрее уже создавать текст. Нажимаем мограф. У некоторых нет такого пунктика мограф. Это связано с тем, что... Либо вот тут настройка где-то не включена. Либо у вас просто... Перекачайте видео. Должно быть написано студию. А у вас может быть что-то другое. По-моему, в этом причина. А так, почитайте в интернете. Итак, создаём текст. Пишем. Мюзик. Да. Вот. И... Значит, почему по-английски? Я не фанат английского языка. Я просто шрифтовый. Больше на английском языке. И всё. Значит, выбираем вот этот шрифт. Мариат. Прулай. Или Мириат. Я не знаю, как считается. Выбираем его. Шрифт этот, по-моему, в синеме по умолчанию стоял. То есть, уже загружён. То есть, это не скачанный с интернета. Итак. Глубина. Сегменты можем увеличивать. Ну, я не знаю, точнее, нам сейчас не нужно этого. Глубину текста мы выставляем на 75. По-моему, так. Только я не перебрал, случайно. 75. Немноговато. Сейчас мы быстренько глянем подсказочку. Да, перебрал. 55. 55. Опа. Так, подождите. 55. Прошу прощения. Вот. Всё, зашибись. И сейчас я буду делать немножечко не в той последовательности, в которой я делал ту работу. Другой немного. А именно. Сразу создадим окантовку нашему тексту. Вот эту, видите. Вокруг каждой буковки. Не думайте, я буду вокруг каждой буковки. Это всё делается. Это делается всё очень просто. Кто смотрел мои уроки, кто уже знает, как работает в синеме, даже знают, как это работает. Ну, мы создали текст. Окей. Пишем так же. Мью-зик. Я надеюсь, я правильно вообще мью-зик написал. Мусик. Всё нормально. Правильно. И выбираем тот шрифт, который выбирали для предыдущего текста. Видите, они идеально подошли друг к другу. Хоп. Вот. Теперь мы должны сделать его объёмным. Для этого нам потребуется функция... Кстати говоря, управляться, как я делаю. Нажимаю левую кнопку мыши, задерживаю. И не отпускаю. Отпускаю только тогда, когда я наведу на определённый... На определённый значок. Хоп. Отпустил. Всё. Оно высветилось. Здесь у нас расположены объекты, которые находятся во вьюпорте. То есть, их значки. А здесь настройка каждого объекта. Видите? То есть, это настройки каждого объекта. Итак. Для того, чтобы... Для того, чтобы... Сделать его объёмным, мы говорим нашей буковке. Ты должна стать вот такой. И кидаем в неё, понимаете? Вот в эту свип-норпс. Но ничего не происходит, потому что нет основы... Какой фиг... Как должна выглядеть? То есть, короче говоря, смотрите. Мы берём сплайн-прямоугольник. И кидаем его вот сюда, между свипом и сплайном-текстом. Теперь выбираем масштабирование инструмента. И просто вот так раз... Раз мышкой делаем. Раз, раз. И в общем, так. Раз и всё. Супер, да? То есть, мы сказали нашему тексту, что ты должен быть квадратным и объёмным. Или можно сделать, например, его круглым. То есть, окружность мы кидаем между ними, и он будет с закруглённостями. Но этого мы не будем делать. Мы просто сделаем следующее. Нажимаем сплайн. И здесь нажимаем фаска. Радиус дальше. Сейчас мы приблизим немножечко. Посмотрим. Так. Смотрим. Радиус такой, я думаю, сойдёт. Сейчас проверим. Да, мне кажется, отлично. Всё. Супер. Теперь нажимаем вот этот значок, плюс-минус, чтобы свернуть объекты эти. Потом на английской раскладке не забывайте. Нажимаем Ctrl и тянем мышкой, нажимаем на объект, тянем мышкой вверх. Мы сделали копию объекта, либо можно Ctrl-C, Ctrl-V. Удаляем. Тоже копировали. Дальше убираем инструмент перемещения и тащим его назад. Вот сюда. Оттягиваем назад. И вот получается такая вот штучка. Прикольная, да? Всё. Теперь нам, думаю, необходимо создать вот этот вот блок питания. Я не знаю. Подключение провода эти. Ну что ж, начнём. Создаём куб. Просто нажимаем на него. Выбирайте вот модель, правка модель. Берём за эти точечки, если, я не знаю, видите их. У вас есть они. И вот так вот. Меньшаем. Так. Отлично. Извиняюсь, там фоновый шум может быть у микрофона. Но ничего. Всё. Нажимаем на колёсик. Среднее колёсо мыши. Какое же ещё там? Нажимаем, направляем на любой, на любую сторону, спереди. Нажимаем ещё раз на колёсик. Супер. Теперь. Примерно двигаем. За эти точечки. Переворачиваем. Инструмент вращения не забываем использовать так же. Опять на колёсик нажимаем. Переходим в этот вид. Смотрим. Всё ли у нас грамотно выполнено. Ну, если сравнивать, то мне кажется, да, отлично. Даже супер. Теперь так же мы его копируем. Через control. Как я уже говорил. Вот с этим мы сделали. Не буду повторять одно и то же несколько раз. Уменьшаем. Если мы обратим внимание, да. Здесь у нас немножечко по-другому выполнены. Здесь нам нужно его выдвинуть. Вот так вот. Ловкость рук. Кстати, землю надо убрать. Потому что, смотрите, например, если я буду управляться, двигаться. Я не буду двигаться вокруг текста, а буду двигаться вокруг вот этой точки на земле. Это неудобно. Поэтому нажимаем вот на эти точечки. Делаем и не видим. И теперь только вокруг текста. Видите, да. Вот этот плюсик, который появляется в центре экрана, он только вокруг текста действует. Не обидум. Ну, в общем, понятно. Так, теперь нам необходимо сделать цилиндр. Зажимаем. Наводим на объект. Цилиндр отпускаем. Вот так вот. Зажимаем. Опять колесик нажимаем. И поправляем. Сюда. Супер. Так, на центр желательно. Чтобы все было чики-пуки. Зашибись. И теперь нажимаем на колесик. Подгоняем. Не забывайте, а то у вас все вкрив. Кость будет. Самое главное осматривать со всех сторон. Даже сверху. Ну, сверху сейчас не обязательно было. Потому что мы уже и так осмотрели. Блин, что-то я запутался. Вот, все. А теперь нам необходимо создать... Ну, давайте создадим, наверное... Сейчас землю сделаем видимой. Нажимаем на колесик. Значит, еще раз на колесик. Земля. Нажимаем на землю. У нас вот эта точка. Она идеальная ровная линия. Можно по этой ориентироваться. Берем, нажимаем. Нужно провода создать. Нажимаем сплайн. Опять зажимаем. Отпускаем на кубический. Отпустили левую кнопку мыши. Так. И рисуем сплайны. Провода. Раз. Вот таким вот образом. Нажимаем пустое место. Сюда желательно. И еще один провод рисуем. Примерно так. То есть я не буду особо заморачиваться. Вот так. И все. Видим опять вот этот вид. Видим, что они у нас в крепкость опять. Мы будем поправлять их потом. Теперь создаем здесь раз, два, три. Три сплайна вот таких. Кидаем под каждую окружность наши сплайны линий. Вот. Теперь создаем три свипа. Вот эти трубочки. Свип норпса. Сжимаем с шифтом. Первый нажимаем на окружность. Потом на сплайны. Кидаем в этот свип норпс. В окружности ставим три. Идеальный параметр. И так делаем со всеми объектами. Со всеми сплайнами. Я бы сказал. Так. Так. Все верно. Пока что. Все шикарно. И так. Естественно, косяки видим. Ой, да. Землю-то надо убрать на время опять. Не надо. Нажал кнопочку. Вот. Нажимаем на первый сплайн. Можно их даже есть два раза нажать. На них переименовать. Сплайн один, сплайн два, сплайн три. Но это не нужно. Их не такое большое количество. Так что вряд ли мы здесь путаемся. Здесь мы видим. У нас выделены точки. А нам нужна модель. Это для того, чтобы двигать не точки, а сам объект. Также можно поправить центр. Вот это перемещение объекта. Нажимаем вот сюда. Ось объекта. И убираем, куда хотим поставить. Потом снова нажимаем. И уже, видите, двигается. В общем, я думаю, ничего объяснять не надо. И так все видно. Так. Но фигня в том, что я... А, ну все нормально. Значит, мы их двигаем как бы сюда. Червяки такие огромные, толстые. На самом деле, если отдалим, ну не такие-то уж. Просто кабель большой и все. Представьте себе. Дальше двигаем вот эту штучечку. Проводок. Сюда. И, соответственно, третий. Шикарно. Желательно, чтобы они находились на разных уровнях. Но, в принципе, и так сойдет. Дальше. Выбираем объект труба. Так. Уменьшаем ее, соответственно. Маленьким совсем делаем трубень. Так. Только вот... Да. Потом разберемся. Вверх поднимаем. Прямо наверх. Сюда, сюда и вот сюда. И так нажимаем колесик с нолдой. Я уже не буду говорить. Так всем понятно, что колесик надо нажимать. Так. Мы ее переворачиваем. Нажимаем на синенькую полосочку. Зажимаем shift. И вот так переворачиваем. По десятикам будем переворачивать. Но это, в принципе, сейчас не особо нужно. Это чтобы у нас такой разъем был. Отлично. Теперь мы можем его перетащить сюда. Затем увеличить. И этого вполне достаточно. То есть мы не будем работать над какими-то мелочами. Блин, не знаю, точностями. Это нам не нужно. Это вы можете делать сами. Если хотите. Мелочи всякие. И так, кстати, можно просто зажать control и вот так стрелочкой раз повести. Просто копируются объекты. Здорово, да? Тут много очень разных трюков. Кстати, вот у нас вот косичок такой небольшой снова появился. Давайте сделаем так. Каждую трубу можно поместить в свой сплайн. Вторая труба, значит, это сюда. Ой. Пардон. Вниз кладем. Ставим. Дальше. Это у нас какая труба? Да, все верно. Вниз опять, чтобы не мешать нашему проводу. Ну, это, соответственно, последний, третий. Итак, здорово. Теперь мы можем перемещать их вместе с трубой. Думаю, сюда. Дальше двинем этот. Отлично. Так. Тут, правда, косичок какой-то. Я не помню, как у меня было выполнено здесь. А, ну, они просто друг над другом. Здесь я очень грамотно сделал. Вот. Прошу прощения, если тут не грамотно. Ну, тут просто они не хочу, чтобы сквозь пол проникали. Ну, это, в принципе, незаметно, друзья. Так. Все. Шикарно. Теперь мы можем... Ну, что у нас там по плану-то дальше? Ну. Можно создать объектики. Кстати, вот, берем на... Нажимаем на коробочку эту. Нажимаем здесь фаска. Оу-е. Фаска. Здесь ставим один. Единички, думаю. Ну, да. Единички, думаю, хватит. Итак, создаем снова цилиндр. Немного задалбывает их уменьшать, переворачивать. Но ничего. Это круто все равно. Уменьшаем. И прямо на буковку... Прямо в букву их кидаем вот сюда. Правда, еще надо уменьшить. И еще. Хотя, нет, нет. Надо увеличить, наоборот. Отлично. Вот. Ну, я думаю, вы разогрелись уже, привыкли. Че тут, че щелкать. Кстати, вот эта вот штучечка у нас слишком, мне кажется, большая. Хотя радиус... Радиус 2. Радиус 2. Нажимаем Ctrl. Хоп. Мы копировали. Теперь нам осталось только уменьшить объект. До сих пор. И... Вуаля! Мы добились того результата, который был у нас на картинке. Примерно так. Похоже, да? Ну, я думаю, похоже. Отлично. Не надо делать все идентично. Новичкам, конечно, нужно, но... Остальные могут делать как хотят. Итак, нажимаем Alt-G. На английской раскладке. Напоминаю вам, друзья. Зажимаем вбить Ctrl. Копируем сюда. Дальше. Через Ctrl снова. Куда я там? Дальше вставил сюда. Копируем. Опять через Ctrl. Вставляем вниз. Или вверх, куда я там, я забываю все время. А я и вниз, и вверх. Опять через Ctrl, друзья мои. Так. Отлично. Все зашибенно. Теперь нам необходимо... Еще кое-что сделать. Вот этот цилиндр... А, нет, мы его не можем. Не активен у нас. Вот этот цилиндр. Мы его просто... Давайте вот так через Ctrl вынесем. Копируем. И поставим... С зажатым Alt-ом перемещаться. Если что, так, правда, поздновато сказал. Ну... Думаю, я уже в предыдущих видео... Ну, кто синим и не владеет... Те, конечно, могут не знать, что с Alt-ом перемещаться. Либо вот на эти штучки нажимать вот так вот. Раз. Но мне на их не очень удобно нажимать. Не знаю, зачем они... Ну, как бы нужны, но здесь просто все-таки подручнее. Alt-зажал и работает. Ну, все. Так, я думаю, сойдет. Это у нас будет светиться. Напомню вам. Вот она, штучка. Ну, так. И, кстати говоря, уже пришло время создавать материальчик. Ну, да, безусловно, надо активировать землю. Активировать землю. Вот. Создаем. Ну, шарики потом. Создаем, значит... Затемнение ГУРО ставим. Или ГУРО. Так. Кликаем сюда. Цвет. Так, куда материал делся? Так, сейчас мы удалим. Я кое-что придумал. Значит, два раза нажимаете, если у вас нет его. Ну-ка, давайте вот так вот сделаем. Я копирую все материалы. И давайте создавать. Вы кли... У вас... У вас, я говорю, вот, материал. Вот он у нас обычный. Вы просто на него кликайте. И у вас все здесь пусто. Вот просто пусто. Вот. Я вам говорю. Мы нажимаем... Первый материал. Окей. Черный. Нажимаем. Цвет. Выбираем. Цвет. Здесь выбираем черный. Ну, да, черный. Идем в глянец. Глянец мы двигаем пузынки таким образом, чтобы он стал острым. Вот таким вот. Понимаете, да, о чем я? Вот. Собственно говоря, вот так. Закрываем. Дальше. Серый цвет. Глянец. Опять же, меняем. Все, как у меня. 50, 20. Вот координаты вам нужны. Я просто... Не вижу смысла. Больше я здесь ничего не менял. Дальше. Рельеф. Рельеф. Мы... Знаете, что? Я подумал. Давайте я вам... Наверное... Загружу под видео на депозит файл. Там бесплатно скачивать. Не надо мне ничего тут заливать. Там платно. Не надо. Там не надо номер телефона даже вводить. Просто называйте обычное скачивание. Там я в описании напишу, как что делать. Обычное скачивание. И номер телефона вам предлагают ввести. Вы закрываете это окно, игнорируете, и все. Там реклама, все такое. Может быть... У меня нет никакой рекламы там. Так. Вот. Текстура. Я выбираю... Вот эту. Wood Road. Ну, короче, дерево вот это. Значит, я его загружу вам вниз туда. В описании вы его скачаете. Все. Это не только эта текстурка. Вот. Значит, дальше. Ну, вы его скачаете. У вас его просто нет. Либо свое можете. Вы его скачиваете. Значит, нажимаете вот на эту штучку. Ну, в смысле, штучку на кнопку на эту. Вот. Выбираете здесь текстурку. Ну, в своей папке, естественно. В интенсивности ставите минус 16. Просто берете и ставите минус 16. Все. Цвет мы выбираем. Ну, серый. Окей. Так. Теперь давайте уже применять по очереди текстуры. Вот эта текстура для... Для у нас провода. Для проводов. Чтобы... Чтобы был глянец. Глянец. То есть, глянец... Пфу. Что я говорю? Чтобы глянец вот этот был острый. То есть, как бы сказать... Как сказать, провод, он не будет весь светиться. У него будет тоненький блик от света. Тонюсенький. Возьмите проводу за компьютером. Посмотрите. Так. Что мы делаем? Мы нажимаем... Вот они, эти текстурки. Мы выбираем... Ой, текстурки. Объекты. Вот эти кубики. Пардон. Что-то я не то сделал. Так. Извините. Вот. Вот эти вот... Сферы мы их выносим. Сюда. Одну. Вторую. Сюда же. И третью. Тоже сюда. Отлично. Без ничего копировать не надо. Просто выносим. Теперь кидаем на провода. Наши... Нашу текстуру. Вот на эти объекты. Вот так вот кидает текстуру. Просто раз. Мышка. И все. Вот. Видите. Блячок такой. Глянец. Дальше мы смотрим, для чего нам нужен этот цвет. А этот цвет у нас нужен... Вот. Чисто угадайте, для чего. Ну, в общем. Ладно. Для нашего текста. Кидаем на текст. Текстура легла неравномерно. То есть, если мы зарендерим... Рендер фрагменты. Нажимаете. А, ну да. У нас света нет. Так что все говняно смотрится. Так, куда мы кинули нашу текстуру? Вот она. Объект текст. Что мы делаем? Мы нажимаем на нашу текстуру. И здесь ставим... Кубическое. И, как видите, текстурка преобразилась. Так. Зашибись. Теперь, необходимо нам... Ну, ту же текстуру мы вешаем на вот... Так, вот на текст. На сплайн текст. На обводку. И... С теми же параметрами, я думаю... Кубик. И здесь тоже... Кубик. Кубик-кубик. Кубик-рубик. Вот. Дальше. Еще один материал. Вы создаете. Идем. Так, стоп. Да, идем. Нажимаем на материал. Цвет. Цвет выбираете серый. Вот такой вот. С определенными координатами, если хотите, для точности. В отражение. Ставить галочки, не забывайте. Отражение ставим. Заходим в отражение. Смотрим. Интенсивность. Ставите 91%. Здесь. Просто пишите 9, 1, 91. Все. Размытость. У вас будет... Ничего не активно здесь будет. Просто стоит 0. Вы ставите 15. Затем у вас активируется 3 вот этих вот. Три координата. И ставьте здесь те параметры, которые у меня. 32, 96, 65. И все шикарно. Теперь у вас текстура будет отражать все в размытом состоянии. Глянец. Мы его делаем более высоким. Особо ничего не меняем. Просто делаем высоким. 38, 60. Здесь ничего не трогаем. Все. Я думаю элементарно. Ну, друзья. Ну, зачем мне заново все делать, если можно использовать готовым? То есть, это же элементарно. Вы просто можете повторить за мной. Точнее, все. Все вот эти координаты. Телефончик. Так. Если вы слышали, пикнул. Все. Закрываем. Отлично. Эту текстуру мы применяем на вот этот цилиндр. Затем, вот, берем материал. Да, да, да. Этот материал. Нажимаем цвет. Выбираем здесь белый. Совершенно белый цвет. Ничего. Особенного отражения. Выбираем 70. 70 процентов. А размытость выставляем ту же самую. То есть, грубо говоря, мы делаем что? Глянец. Глянец совсем забыл. Мы здесь его делаем совсем маленьким. 50 процентов на 20. Закрываем. То есть, можно сказать, мы копируем этот материал. Да, здесь материалы тоже можно копировать через Ctrl. Но, в общем, так. Применяем этот материал к нашим разъемам. Раз. Все шикарно. Теперь. Следующий материал. Цвет. Вы создаете материалы. Все время новые. Цвет выбираем абсолютно серый. С 70, 70, 70. Фига, я точно попал. Обалдеть. Ну, надо же. Так, 70. 70. 70. Самому бы не напутать. Окей. Все грамотно сделано. Вот. Отражение. Кликай мышкой. 51 процент ставим. Здесь та же самая размытость. Да. Глянец очень острый. Очень острый. Здесь глянец. Как видите, 26 на 82 на 26 процентов. Вот. И думаю, все, можно закрывать. Этот материал мы применяем на наш верхний, наш внутренний кубик. А белый материал применяем на внешний. Дальше. Что мы еще не смотрели? Вот этот. Это простые цвета. Глянец здесь вообще не трогаем. Просто подбираем абсолютно любые цвета. Ах, рисный. Пожалуйста. Хотите охар? Кидаем его на... Так, будем кидать его, знаете, куда? На... Вот, знаете, 0 объекты. Я думаю, помните, как мы их добились ими. Раз. Будем кидать их под цвет. Видите? Свечение. Под цвет свечения. Это пропускаем. Это пока не нужно. Здесь так же просто. Видите, я даже убрал глянец. Если хотите, убирайте. Просто подбираем цвета. Так. Так. Оранжевый. Второе. Дальше. Зеленый. Кликаем два раза. Просто создайте любые цвета абсолютно. Так, пардон. Кидаем полностью. На 0 объект. Здесь у нас... Так, надо вспомнить, пожалуй. Здесь у нас тоже, да, все зелененькие. Кроме последнего, да. Здесь мы ставим голубоватый. Глянец можно убрать. Советую. То есть, я говорю, последним у вас не должно возникнуть трудностей. Мы создаем четыре материала и кидаем их на наш текст. Отлично. Теперь что делаем с этим материалом? Мы его создаем. Окей. Убираем глянец и выставляем только сам освещение. Как видите, в яркости я выставил 400. О, да, 400. В цвете. Вот координаты, если хотите, чтобы было точнее. Списывайте их побыстрее. А то я сейчас видео переключу. Ой, в виде. Да, вот. Так. Итак, координаты. Значит, все списываем. Окей. Закрываем. И давайте применим сразу к нашему вот этому цилиндрику. Вот сюда кидаем. Здорово. Далее нам необходимо создать... Ну, наверное, это будут у нас колонки. Я не знаю, на что это у нас похоже. Но... Похоже больше на колонки. Вот эти вот штучки. Все. Давайте делать их. Опять. Все это уменьшаем. Все. Да, просто вот так вот. Раз. И ставим прямо на букву... У. Английскую. И русскую. Так. Так, землю, я думаю, надо убрать. Так. Подвигаем. Так, сойдет, наверное, или какого они там размера-то у меня были. Да, я думаю, даже можно повыще. Повыще. О-е-е. Так. Здорово. Теперь нам необходимо... Дать им фаску. Фаска. И уменьшить до хотя бы двух. Нет. В принципе, до единички хватит. А еще лучше. Так. Теперь делаем их шире. Соответственно. И нам необходимо сделать такую решеточку. То есть, как мы это делаем? Мы копируем этот кубик. Уменьшаем его по ширине. И чуть-чуть вот сюда вытаскиваем. Только здесь надо фаску эту убрать. Уменьшаем, соответственно. Так, представление затемненной линии ставим, чтобы четче их видеть. И, значит, с зажатым альтом нажимаем на атомную решетку. Ну, либо просто его кинуть в атомную решетку. То есть, вот так. Доставить эту решетку. Раз. Кидайте. Все. Теперь нужно выставить определенные параметры. Так. Радиус сферы у нас... Также не забывайте про эти сегменты. Так. Сейчас мы радиус сферы уменьшим. До единички. Да. Отлично. И... Сегменты. Сегменты, сегменты мы увеличиваем. Так. Подождите-ка. Нам нужно еще... Так, 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 так. Сейчас, секунду. Наверное... Наверное, у кубика увеличить качество сегментов. Да. Думаю, так сойдет. Вполне себе. Ну-ка, если отключим затемнение... Так. Так же еще... По-моему, на 35, 35, 35. Все шикарно. И все-таки радиус, я думаю... Так. Еще раз делаем так. Я подгляд... Посмотрел свою работу. 35. Все правильно было. 35 и 7. Шикарно. Так же в атомной решетке нужно выставить 0,29, 0,29 и 6. Это просто идеальные параметры. Только вот это все дело надо вот так вот увеличить. О, да. Есть. С вот этой боковой частью у нас... Значит, что у нас там? Можно увеличить их. Сойдет. В принципе, это не важно. Мы кидаем вот эту вот текстуру на... Куб. Нет, нет. Мы кидаем... Как сказать? Вот на эту атомную решетку полностью. То есть кубик мы, в принципе, не трогаем. На эту текстуру. Точнее, на этот кубик мы кидаем нашу отражающую всю текстурку тоже. В цвете. Не забывайте, какой цвет. Он не прозрачный, не белый. Просто он все отражает. Вот. Ну и теперь в... Так. Цилиндр. Цилиндр. Вот. Теперь мы эту атомную решетку просто-напросто вместе с нашим кубиком... Значит, Shift нажимаем на один кубик. Shift нажимаем на атомную решетку. Alt G. И с зажатым контуром перетягиваем вверх. Вот так. Помещаем на соседнюю. Вот так примерно сойдет, я думаю. Да. Ну вот. Здесь, мне кажется, стоит цвет немного пожелтее, что ли, сделать. Сойдет. Так. Все. Далее, если мы обратимся к нашей композиции, к нашей готовой же отрендеренной композиции, мы так увидим, что... Кстати говоря, мы на землю не кинули текстуры совсем. Видите, мы забыли. Точнее, я забыл. Ну, точнее, это даже не то, что я забыл, как бы, не особо это важно на данный момент, а на предыдущих этапах. Окидаем мы эту текстурку. Материал с вот этой вот... С этого цилиндра тоже на землю. Он... У него там глянец, как бы, и все это шикарно будет работать. Вот. Ну, то есть, если мы, например, зарендерим фрагмент, видите, земля, она там бесконечна. Вот. Кстати говоря, если вы хотите, вы можете уже попробовать... Ну да-да, давайте сейчас доделаем уже. Создаем сферу. Мы будем заниматься вот этими вот светящимися шариками. Ну, так, какое-то странное чувство дежавю у меня. Думаю, я это уже все делал. Ладно. Унищаем размеры. Двигаем сюда. Смотрим. Ну, говорю, неважно. Ладно. Сюда, в эту местность, куда-то, с зажатым контролом влево. И, наверное, здесь и оставим. Отлично. Применяем к ним материал, наш светящийся... Ну, наш светящийся материальчик. Вот. Вот мы применили. И теперь, если... Давайте попробуем зарендерить, и что мы увидим? Мы увидим полное говно. А вы знаете почему? Я хотел вам просто показать. То есть, вы думаете, что вы сейчас зарендерите, и у вас тут шедевр. Нет. У нас нету главного... Того составляющего, из которого не может быть просто идеальной композиции. Это света. Да. Эти шары есть. У них функция самосвечения, но она не активна без... Кстати, давайте поставим сразу. Ну, потом, в общем. Без глобального освещения. Итак. Мы создаем лампочку. Точнее, свет. Вот. Свет у нас будет... Опять нажимаем на свет, и тут очень много настроек, связанных со светом. Итак, значит, мы... Давайте прям в нашу фигурку... Светик-то поставим. Блин, ну давай же, куда там я не вижу. Да, мы, в принципе, уже в этой темке. Отлично. Да, можно и так. Ну, как бы, нужен подсветка, чтобы... Нужен свет какой-то. То есть, если мы сейчас будем... Если мы сделаем так, чтобы светились только шарики, то наша композиция просто станет черной, темной очень. Вот. Ну, а так вроде нормально. Итак, значит, здесь мы ставим... Такой тепленький, охристый цвет. Чуть-чуть совсем, видите, координаты совсем большие. То есть, это достаточно... Параметр очень такой... Чуть сдвинул вправо ползунок. Всё, всё станет жёлтым, как видите, да? То есть, даже можно поменьше чуть-чуть сделать. Жёлтоватым. Тем более, у нас ещё поверхность такая жёлтая. С жёлтым контролом мы двигаем его вот сюда. Только здесь мы вместо... Кстати, шарики эти надо бы повыше поднять чуть-чуть. Вот так вот. Только вместо жёлтого мы ставим здесь голубоватый цвет. Мы просто вот этот ползунок двигаем сюда, в синий, вот сюда куда-нибудь. Фиолетовый не нужен. Окей. Да, видите, у нас преобразилось всё. Далее мы... Нам необходимо нажать на настройки рендера и в эффектах подключить окклюзию. Нет, никто сделал немного. Окклюзию окружения или Ambient Occlusion, по-моему, так называется. Я не помню точно. Она делает разные микро-тени и глобальное освещение. Просто включаем эти две функции. Это у нас для того, чтобы... Глобальное освещение и включение для того, чтобы светились наши шарики. Так, ну попробуем зарендерить. Так, хотя нет, отменим рендер, закроем его. Значит, давайте не будем долго сморочиться с этим. Просто вот так возьмём. Сейчас, секунду. Вот так вот настроим примерно как вот под композицию. И нажимаем Render Fragment. И примерно вот этот фрагмент деляем и рендерим. Просто так более быстро рендер произойдёт лично у меня так. Так, ну вот, собственно, рендер завершён. Как видите, всё, мне кажется, выполнено отлично. Только необходимо нам... Кстати говоря, в свете. Зажимаем Shift-ом, один свет, Shift- второй свет. Нажимаем тень. И здесь ставим поверхностное. Точно, если можете увеличить плотность и вот эти все параметры увеличить. Но мне пока это не нужно, в принципе. Одну сферу двигаем чуть-чуть сюда. Я считаю, это нужно. О, да. Вот. И теперь необходимо нам уже подготовить её к финальному рендеру и перемещению в Photoshop. В принципе, в этом ничего нет. Сложно. Просто изображение от рендера. И всё. Ну, просто грамотно композицию нужно вот так поставить. Всё. Мне кажется, круто. Можно уже дерзать. Итак. Нажимаем настройки рендера. Если вы хотите определённо куда-то сразу её сохранить, то нажимаете путь и сохраняйте её, куда нужно. Только здесь выберите JPEG. Но вообще это не нужно. Просто нажимаем, значит. Так. Выбрали. Всё. Вроде бы отлично. Так. Сейчас пробежимся быстренько. Посмотрим. Ничего ли мы не забыли. Так. Вроде бы всё. И рендерим. Всё. Рендер пошёл. Ждём. Так. Ну вот, в принципе, всё и выполнено у нас. Так. Может быть, какие-то есть неточности. Но ничего страшного. Всё нормально. Теперь. Нажимаем правую кнопку мыши. Сохранить как. JPEG. Настройки. Высокое максимальное качество. И окей. На рабочий стол. Music. Недоделанный. Сохранить. Здорово. Теперь всё это дело сворачиваем. Открываем фотошоп. Нажимаем файл. Открыть. И... Вот он недоделанный. Делаем вот так. Нажимаем курсорчик. Вот. Здесь у нас есть, значит, такая слои. Тоже как в синими. Значит, чтобы они появились. Ну, в общем... Значит, сейчас объясню всё. Значит, нажимаем окно. И здесь слои. F7. Видите? Чтобы стояла галочка. Вот. Они могут находиться у вас здесь. Вот таким образом. Вот они. Вот. Ну, я их предпочитаю вот сюда. Сейчас. Секунду. Сюда вот выдвинуть. На эту панельку. Раз. Чтобы было всё здесь видно. И здесь слои все как на ладони. Были. Вот. То есть, это фон. Мы будем создавать сейчас. Значит, редактировать все. Подбирать цвета и прочее. Так. Зажатым альтом крутим колёсик. Подносим к нашей композиции. Ну, для начала я считаю, что нужно всё-таки... Значит... Значит... Выбираем инструмент кисть. Кликаем на... Значит... Вот эту вот... Я не знаю, как называется эта панель. В общем, выбираем размер, жесткость. Размеры. Значит, пока ничего не трогаем. Просто выбираем жесткость 0. То есть, вот эту мягкую кисточку. Теперь нажимаем... Если отменять действие, Ctrl-Z, либо Ctrl-Alt-Z. Это постоянное отменение. То есть, если я Ctrl-Z, то оно отменилось. Вернулся. Отменил. Отменил. Вернул действие. А Ctrl-Z полная отмена всех действий. Итак, нажимаем Alt. Правой кнопкой мыши. Уменьшаем до нужного нам размера. Здесь в цвете выбираем зеленый, например. Окей. Жмем. Создаем новый слой. Слой. То есть, как бы... Если мы возьмем ластик, будем стирать здесь. Что-нибудь происходит. На фоне, если будем стирать, все становится белым. То есть, это новый слой, который никак почти не связан с... Вот с музыкой, с этим. С текстом. И давайте уже кликать в разные места. То есть, задавать вот эту вот подсветочку. То есть, например, вот сюда. Затем выбираем новый цвет. Например, ахористый такой. Правда, поярче чуть-чуть. Ну, например, куда там мы ставили. Сюда. Или в какую сторону. Ну, да, да, где-то так. Сюда, например, можно. И следующий цвет у нас фиолетовый. Такой розовый. Фиолетовый можно просто вот... Странно выглядит, но что-то в этом есть уже даже сейчас. Правда, вот надо было приблизить слегка. Я только композицию немного неправильно камеру расположил. То есть, много пустого места много есть. Дальше. Глубоватый. Так. Куда-нибудь. Сюда, например, да. Отлично. Теперь нажимаем фильтр. То есть, сейчас то, что мы сделаем, это применится отдельно только к определенному слою. То есть, к выделенному. Вот слой 1. И вы его можете переименовать как хотите, но я не буду, мне это не надо. Так, выделяем слой. Нажимаем фильтр. Размытие по гауссу. И размываем. По-моему, вот так сойдет 37%. Отлично. Здесь в... Так, сейчас мы прочитаем. Устанавливать режим наложения слоев. Ну, в общем, в режиме наложения слоев мы выбираем перекрытие. Как видите, особых... Ну, как сказать. Достаточно здорово, конечно. А, но нам... Так. Пардон. Перекрытие. Можно выбирать совершенно разные функции. Например, осветление основы. Тоже неплохо. Ну, ладно. Берем перекрытие. Немного, может быть, не совсем ярко у нас получилось. То есть, это может быть связано с той же самой вот размытием по гауссу. Давайте сейчас мы отменим все эти действия. Вот. Нет. Да-да-да, отлично. Все. Не забываем синенького. Можно поярче. Фильтр. Размытие. Размытие по гауссу. И давайте размоем не так сильно. Вот хотя бы до... До такой консистенции. Ладно. Теперь нажимаем перекрытие. Ну, что-то уже есть. Так. Перекрытие снова. Здорово. Теперь нам необходимо создать также новый слой. Хотя это не обязательно делать. Выбираем здесь. Нажимаем вот на этот значок. У меня отображается, что это. И убираем здесь. Так. Так. Кривые. Как видите, мы увеличим какую-то такую контрастность. Согласитесь, что-то в этом есть. Самое главное здесь не перебрать. И выставить все грамотно. Двигаем наши ползунки. В любом направлении, каком хотите. Видите, что-то уже есть. Даже не что-то, а уже много что есть. Но единственное, это яркость. Все-таки нам необходимо не забывать, что мы должны не... Мы должны как бы показать... Как сказать, у нас не должно полностью исчезнуть эта надпись в черноте, в этой в омгле. То есть, она должна видна быть. И мне кажется, что если вы хотите, вы можете добавить, например, каких-либо цветов. То есть, точнее... Ну да, цвета, например, голубой. То есть, если вы добавляете на этот слой, он уже приобрел свои свойства, этот слой. Если мы будем рисовать здесь, то, как видите, уже не нужно нам нажимать фильтр, размывать все это по гауссу, выставлять перекрытие. Уже все это активно. То есть, слой как бы накладывается на вот эту поверхность. Видите? То есть, достаточно очень здорово, я считаю. Можно выбирать яркость любую. Вот. Ну, то есть, видите, достаточно симпатично все это выглядит. Также можете размывать все это. Добавлять, если... Ну, в общем, экспериментируйте. Что я могу сказать? Вот здесь надо бы оранжевенький такой выбрать. Да, я думаю, так сойдет. Отлично. Ну, друзья, композиция готова. Мы можем... Даже подвести итоги. Вот. Ну, я выберу вот здесь такие вот... Интересные... Такую интересную подсветку. Вообще, это не обязательно. Можно также выбрать белый цвет. Наверное, да? Чтобы как-то выделить их. Если, конечно, хотите. Ну, может быть, да. Дальше. Здесь, мне кажется, можно сделать тень небольшую. Да, только надо уменьшить. Я, по-моему, даже так и сделал. Нет, да? Слишком... Слишком яркая. Да, придется использовать другой слой. Ну, эта тень не обязательно. Вот она здесь есть, но она не обязательно. Я говорю вам. Так, ну что, смысл понятен. Так, наверное... Все, да. Давайте, до свидания. И всем пока, в общем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok